Деньги брала, обещанной не выполняла. В Бресте задержали кибермошенницу. Сколько человек успела обмануть онлайн-аферистка? Большие выходные. В праздничные дни город предлагает развлечения. Начало марта нас порадуют яркими российскими комедиями. Как разнообразить свой досуг? А также новый резидент, транспортная блокада и рост вышепрогнозируемого. Беларусь расширяет горизонты. Кто в числе стран-импортеров? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Электоральная кампания и подготовка первой сессии избранных депутатов, работа Верхней Палаты Парламента и выполнение поручений президента. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Совета Республики Национального Собрания. Глава государства обсудил с Натальей Качановой процесс формирования нового состава Верхней Палаты. Выдвижение кандидатов в члены Совета Республики начинается уже с 12 марта и должно состояться не позднее 21 числа. Сами же выборы в Совет Республики должны пройти 4 апреля текущего года. Работа там идет. Впереди нам надо определиться потом по руководству нашего парламента, руководителям и руководителям комиссий. Я хочу, чтобы депутаты сами определялись, как им жить и работать. Всего в Совете Республики 5 постоянных комиссий, 64 представителя по 8 от каждой области и Минска. Александр Лукашенко особо акцентировал внимание на подборе кандидатур их будущих руководителей. Надо с губернаторами очень серьезно посоветоваться. Этих 5 человек, которые, конечно же, вместе с председателем и заместителем, это основной ядро. Я хотел бы знать, как развернута эта работа, потому что она уже идет. И какие есть проблемы с точки зрения того, что надо мне подключаться к каким-то вопросам или нет. Парламент нам надо сформировать, потому что роль его возрастает. И это члены Всебелорусского народного собрания. В НС. Это, считай, ядро будет там. Это очень важно для нас. Также глава государства назначил на должность заместителя главы администрации президента Александра Егорова. Ранее он работал председателем правления Банка развития. Схема проста и понятна. Обман со стопроцентной предоплатой. В Брестской области задержана очередная мошенница. Не дать не взять. Сотрудники управления по противодействию киберпреступности установили 28-летнюю жительницу Слуцка, которая под различными предлогами выманивала деньги у граждан. Выяснилось, что фигурантка размещала объявления на различных интернет-ресурсах о предоставлении услуг по регистрации туристических виз, страховок, доставке автозапчастей из Европы. Потенциальные клиенты связывались с ней в мессенджере. Размещала на площадке Телеграм объявление о том, что я могу сделать страховку, привезти запчасти из Европы. Пролазила деньги и ничего не делала в итоге. В ходе переписки женщина предоставляла реквизиты банковской платежной карты для предоплаты за услуги, после чего прекращала общение. Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. В настоящее время известно о четырех потерпевших от действий задержанной. Устанавливаются иные жертвы, в том числе в других регионах страны. Инвестиционный потенциал, динамичное развитие и транспортная блокада. На границах Беларуси и ЕС – мегакилометровые очереди. Как объехать затор? Громкие заголовки дня дали в специальном обзоре. Экономика страны уверенно смотрит в будущее. Рост ВВП выше прогнозируемого. Увеличились реальные доходы населения. Заработная плата и пенсии прибавили 11%. Акцент в минувшем году сделали на развитие инвестиционного потенциала. Был обновлен закон. Документ предусматривает компенсации вложений инвесторов в развитие инфраструктуры. Это и ряд других инициатив Минэкономики позволили достигнуть показателя – 115%. Динамичное развитие парка продолжается. Новый резидент Великого Камня будет производить корпуса интегральных микросхем. Они позволят обеспечить безопасность и удобство их монтажа. Продукция предназначена для внутреннего рынка. А также будет поставляться на экспорт в страны ЕАЭС. Инвесторами обеспечен рост ключевых финансово-экономических показателей. За год объем производства вырос почти в два раза. Выручка – в полтора. Всего за 10 лет организации индустриального парка внесли в бюджет более 120 миллионов долларов. Беларусь расширяет экспортные горизонты. В числе стран-импортеров – 160 государств. И это несмотря на глобальное ухудшение условий внешней торговли. По итогам минувшего года наша страна нарастила динамику отношений и с ближайшим союзником России. Достигнут рекордный уровень и результативность контактов. В полном объеме выполнены 28 союзных программ. В целом экспорт без малого – 48 миллиардов долларов. На миллиард больше, чем годом ранее. Нелегитимная транспортная блокада, нарушение международного торгового права, откровенная дезинформация и намеренное обострение обстановки у рубежей. Из-за закрытия страны соседки двух пунктов пропуска на границе с Беларусью очереди транспорта на въездах в ЕС продолжают расти. Самым загруженным остается литовское направление. Перед действующими КПП скопилось более 3000 большегрузов и легковушек. 90-летний юбилей готовится отметить Союз писателей Беларуси. Сегодня он объединяет около 700 авторов. Их стараниями только за последний год издано более 9000 книг. 14 марта пройдет международная выставка. Авторы представят широчайшую палитру произведений. Большинство посвящено героико-патриотической тематике. Будут и другие новинки. Кроме того, продолжается развитие международного сотрудничества. Налажены тесные контакты с коллегами из Израиля, Китая, Франции и других стран. Почти 2 миллиарда рублей направят в этом году на ремонт дорог. 812 миллионов из общего объема средств от доходных источников. В том числе 300 от транспортного налога. Оставшаяся часть покрывается за счет республиканского бюджета. Таким образом, обратили внимание Минтрансис, за счет сбора финансируется только 17% всех работ на республиканских трассах. В 2024-м все дороги в стране по требованию президента должны быть приведены в нормативное состояние. Чего хотят женщины? Косметика, парфюмерия, конфеты, бытовая техника, деньги. Угодить прекрасному полу все равно, что попасть в мишень со 100 километров. Мужчины берутся за голову. Как не прогадать с подарком, разбирался Никита Швайковский. Для милых дам этот день полон внимания, заботы, презентов. Сертификаты, бытовая техника, трендовые украшения, обыденность или нестареющая классика. Прекрасная половина один раз в году ждет сюрпризов и подарков. Сильный пол разбивает ноги в кровь в поисках того, чем удивить. Традиционный атрибут 8 марта – цветы. Для толстого кошелька – розы. Для среднего класса – тюльпаны, мимозы. Средний чек от 3 рублей за веточку до бесконечности. Настоящий цветочник тот, который остается до праздника, еще за год до праздника. Целый год мы мониторили всех поставщиков. Мы выбрали самый лучший тюльпан. Мы нашли самую лучшую цену. Предоставили огромный ассортимент по самым большим ценам. Погода в доме. Кроме презентов, женщины надеются на создание праздничной обстановки. В ход идут растяжки, шары, песни. Все, чтобы удивить и порадовать. Забота о доме, ужине и детях тоже ложатся на сильные плечи. Дамы в этот святой день отдыхают по всем фронтам. Для покорения любимой специалисты советуют начать утро с завтрака. Романтическая обстановка, сервировка, вкусная еда. Вся продукция у нас уникальная. Мы делаем слойку на натуральном сливочном масле, бобруйске. Больше всего покупают девчонки франжипаны вот эти. Это миндальные кроссаны, кроссан со специальной начинкой из дробленного миндаля. Со специальными ингредиентами секретными. Очень вкусно. В душе весна. Мамы, бабушки, сестры, вторые половинки. Одними букетами не отделаешься. Тут в дело вступают маркетологи. Полки ритейла завалены подарочными наборами на любой вкус и цвет. Мужчины, чтобы не заморачиваться, презентуют все, что может пригодиться. Канцелярия, медтехника. Беспроигрышный вариант – сертификат. Все больше людей отдают предпочтение белорусской продукции. Ведь это знак качества и натурального состава. Комплекты постельного белья, комплекты столового белья. Также широкий ассортимент одежды, как женской, так и мужской. Банные принадлежности. А также можно приобрести сертификат подарочный номиналом 30, 50, 100 рублей. И тогда ваша дама сможет выбрать подарок себе сама по своему желанию и вкусу. По статистике, первые места среди подарков после цветов и конфет заняли косметика и парфюмерия. Определиться с брендом, свойствами на местах помогут консультанты. Ценовой диапазон зависит от предпочтения прекрасного пола. Если на полках в ванной стоит премиум-сегмент, держи карман шире. Ну, я бы хотела, чтобы сделали что-то своими руками. Вот, например, мне сегодня показывали, как, знаете, из ленточек атласных накрутили букеты, вот, красивые, и девочкам подарили, получается, эти букеты. Ну, вот, очень классно, мне понравилось. Они в свое время туда вложили, ну, старания. Самый лучший подарок – это любовь и ласка твоего любимого мужчины. Вот это самый лучший подарок. А все остальное – это мелочи, это приходячие и уходящие. Главное, чтобы любимый мужчина был рядом. Неплохо было бы какой-то букет сельпанов или роз. Вот. Ну, и что-то сладкое. 8 марта – это не просто женский день, но и возможность сделать приятное, показать свою заботу, любовь. Главное – не вспоминать об этом только раз в году. Уважать и баловать своих половинок – мам, бабушек, сестер, коллег – нужно круглый год. Никита Швайковский, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Активно и интересно Бобруйск предлагает с пользой провести праздничные выходные. 9 и 10 марта любители сцены могут насладиться гастрольными постановками Национального драмтеатра имени Якуба Колоса из Витебска. Зрителей ждут комедия «Фантики», романтичная сказка «Все мыши любят сыр» и мелодрама «Саня, Ваня, с ними рымос». Для тех, кто предпочитает большие экраны, в кинотеатрах города ждут «Горячие новинки». Начало марта нас порадуют яркими российскими комедиями. Среди них «Любовь со второго взгляда» и «Адам и Ева». А всех ценителей серьезного кино мы приглашаем на премьеру фильма «Онегин». Мы всех приглашаем на праздниках в наши кинотеатры. Жаждущие особых впечатлений с 11 до 19 числа могут поближе познакомиться с рептилиями в выставочном зале на «Социалистической 100». Посетителей ждут настоящие крокодилы, ящерицы, игуаны и хамелеоны. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok